Смертельная авария на проспекте Абая в Уральске. В результате страшного ДТП погибли два человека. Кадры столкновения попали на видео. В полиции назначено расследование по данному факту. Известно, что водитель одного из автомобилей уже не раз привлекался к ответственности за различные нарушения правил дорожного движения. Это кадры с камеры видеонаблюдения. Они были сделаны днём 9 октября в районе Тойота-центра на проспекте Абая. «Лада Приора» разворачивается. В этот момент в неё врезается автомобиль «Мерседес». 46-летний водитель «Лады» и его 21-летняя пассажирка погибают на месте происшествия. В отношении водителя «Мерседеса» в настоящий момент меры пресечения не избрана. Потому что у нас идёт основное правило дорожного движения. Нарушил у нас водитель «Лады». Сейчас ещё дополнительные экспертизы нужны, чтобы установить полностью всю картину обстоятельства дела. Кто на какой скорости ехал, как манёвр совершался. Это всё уже в ходе досудимого расследования. Позже в социальных сетях появилось вот это видео. В полиции подтвердили, что номера машины те же, что у автомобиля «Мерседес». Кстати, он уже известен правоохранителям. По автомобилю, значит, действительно имеется одно дорожно-транспортное происшествие. Значит, привлекался водитель по техническому состоянию транспорта. Манёвр, ремень. Значит, кроме этого, там ещё ряд было нарушений. Повод тонирования. Управление транспорта, если его ряд, раз много уже за тонировку привлекали уже. Поэтому машина у нас давно была уже напрямую тём. Известный в городе байкер Алексей Савинов знаком с манерой езды водителя «Мерседеса». Два года назад он едва не разбился на мотоцикле после столкновения с его машиной. Это очень неаккуратный водитель. Частенько он создавал аварийные ситуации по городу. Человек развернулся через двойную сплошную. И в голове только укладывается одно, что он просто устал стоять в потоке машин. Ну, решил в обратную сторону поехать. Всё, мотоцикла нет, очередные шрамы на лице и нервотрёпка. Отметим, что расследование по факту аварии ещё продолжается. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42.